Здравствуйте, добро пожаловать. Спасибо, что сегодня примкнули к семинару JGN с Хэнком Ван Эссом, журналистом и тренером, который сегодня будет рассказывать о том, как мы по максимуму можем выжать из самого популярного двигателя поисковика Google. Меня зовут Андрея, и я работаю редакторкой испаноязычного JGN. Каждый день мы работаем журналистами со всех уголков планеты, я в частности из испаноязычных стран, из латинских стран, и сегодня мы узнаем, как можно максимально быстро найти наилучшие ответы онлайн. Хэнк также поговорит о формулах Google для того, чтобы рассказать, как самую сочную информацию можно найти благодаря поиску в Google и в социальных сетях. Также он расскажет, как искать так, чтобы найти самые хорошие результаты. Что ж, и на этой ноте я хотела бы представить сегодняшнего гостя, Хэнка Ван Эсса. Он тренировал лауреата в Пульферской премии, журналиста Washington Post и Wall Street Journal. Помогал ему с расследованием на основе открытых источников. Вдобавок к этому он также работает тренером, организовывает мероприятия для JGN, также работает с сетью проверки фактов Pointer и является инструктором для самых престижных учебных курсов по всему миру. Прежде чем мы начнем, немножечко о глобальной сети журналистов-расследователей. Мы самая большая международная сеть журналистов и организаций, которые занимаются журналистикой расследований. Мы работаем в 89 странах с огромным количеством организаций, с фрилансерами, с некоммерческими организациями. Предлагаем огромное разнообразие материалов, которые выкладываются на сайте JIGEN. Поэтому приглашаю вас посетить наш сайт, подписаться на нас в социальных сетях. Мы хотим убедиться, что и вы будете делиться обратной связью на протяжении мероприятия. Поэтому, пожалуйста, отправляйте нам вопросы, кликнув на иконку Q&A, то есть вопросы и ответы. Мы постараемся ответить на них все. Можете уже прямо сейчас начинать их отправлять. И хочу напомнить, что сегодня обеспечивается перевод с английского на арабский, русский и испанский языки. Поэтому, если вы хотите воспользоваться переводом, кликните на иконку перевод и выберите тот язык, на котором вам комфортнее слушать. Что ж, также мы будем записывать сегодняшнее мероприятие для того, чтобы эту запись впоследствии выложить на Ютубе. Если вы захотите пересмотреть видео, то сможете сделать это на Ютубе. Запись будет осуществляться как на английском, так и на всех других языках сегодняшнего мероприятия. Что ж, Хэнк, не забирая больше вашего времени, большое спасибо, что к нам сегодня присоединились. Добрый день, это Хэнк из Нидерландов. Может быть, у вас и не добрый день, может, добрая ночь или доброе утро. Я очень рад, что у нас целый час, может быть, даже час 15 для общения с вами. Для того, чтобы поближе познакомиться с вашим, пожалуй, самым близким другом в сети. Итак, сегодняшняя сессия достаточно интересная, двухкомпонентная. Первые 30 минут, первые полчаса у нас будет сессия о каком-то таком мужчине из Нидерландов, который говорит, Google не делает то, чего мне хочется, но потом тучи начнут расходиться. И мы будем использовать тот же Google для того, чтобы пофиксить те проблемы, о которых узнаем на протяжении первых получаса. Мы будем говорить про Google, потому что Google пытается по максимуму удовлетворить всех людей во всем мире, где бы вы ни находились, предоставляя вам максимально локализованные ресурсы. Но если вы занимаетесь журналистикой расследований, то вы поймете, что вам может становиться сложнее, если вы пытаетесь докопаться до чего-то очень конкретного. Как коллега уже наша сказала, я путешествую по всей планете со своим компьютером и пытаюсь научить людей, как находить находящихся, буквально у них под носом спрятанные сокровища. И это хобби я превратил в профессию. Или наоборот. Что ж, для начала мне нравится говорить. И следующие 30 минут будут достаточно затянутыми тучами. Мне очень нравится говорить, какой Google плохой. Но нам приходится его использовать для своих потребностей, для расследовательской журналистики. После того, когда мы все вопросы подрезюмируем, посмотрим, какие есть решения. В конце сессии вы поймете, мы посмотрели, что вот такие есть проблемы, а вот как их можно решить. И в чем у нас здесь загвоздка? Можно сказать, что мы, как журналисты-расследователи, люди. Но очень часто мы выискиваем что-то, что людям необходимо знать. Нам кажется, что это важно. Важно, чтобы люди знали о глобальном потеплении, чтобы люди знали о загрязнении, чтобы люди знали о скверных политиках. Ну и, может быть, люди не хотят этого слушать. Ну ничего, мы хотим поделиться с людьми этим. Google по умолчанию показывает то, что люди хотят знать. И это означает, если у нас какие-то простые вопросы, если вдруг какая-то опечатка, то Google будет пытаться пофиксить и сказать, ага, вот что интересует большинство. Отвечу на такой вопрос, который вписывается в эту парадигму. Но наша парадигма, как репортеров, не такая. Мы пытаемся быть гиперсконцентрированными, найти детали в деталях. Мы пытаемся больше узнать о вырубке деревьев в Непале. Google видит эти два слова под таким углом, что как бы выдает вам какую-то популярную информацию. Если вдруг вы не начнете копаться. И очень часто поэтому мы получаем результаты, которые нам уже известны. А это ведь в точности наоборот. То, что мы хотим знать как расследователи. Насколько большая проблема. Ну вот, видите, здесь показано, сколько большая она. Так я пытался изобразить, написав слово большая, биг очень большим шрифтом. И сейчас поговорим о тех проблемах, с которыми столкнулся на протяжении последних пары месяцев. И почему меня это смутило. Смотрим на планету нашу, Землю. И посмотрим на маленький остров. И не знаю, слышали ли вы об этом острове. Можете в чате, пожалуйста, написать, слышали ли вы про остров Сан-Китс и Невис. В чате, пожалуйста, пишите вообще. Если даже просто банально слышали когда-либо об этом острове. Да, очень много людей пишут. Да, утвердительно отвечают. Да, да, я вижу, что люди пишут. Вот, кстати, это то место, где основатель ВКонтакте и Телеграма доживет. И, может быть, вы знаете про Гамильтон в США. Можете посмотреть. Этот островок, хотя большинство его знают, что существует он, он не так-то много в новостях встречается. Вот, видите, немножечко экран даже начал прыгаться. Потому что когда какое-то землетрясение происходит, вот, например, мы напишем Сан-Китс, землетрясение, и Google напишет автоматически. Ага, ну да, было как-то такое. И последнее 3,7 балла. И да, там выйдет какую-то дополнительную информацию про те землетрясения, которые происходили. Поэтому Google нам нравится. Если вам интересно найти информацию о землетрясениях на Сан-Китс, то без проблем. Но что происходит? Если вы пишете Сан-Китс и какую-то конкретную тему прописываю, например, вы думаете про что-то, не знаю, какие темы, например, какой-то сейчас попробуем с вами что-то разыскать. Мы все знаем про санкции, которые накладываются на Россию. И интересный вопрос, может ли мир справиться без российского газа и нефти? И здесь я сейчас хочу поискать следующее. Есть ли какие-то последствия для вот такого маленького острова Сан-Китс? Есть ли дело касается энергии? Меня, знаете, вдохновляют все маленькие острова. И боятся ли они санкции, которые могут сказаться на их энергетическом секторе? Давайте посмотрим сейчас быстренько. Вероятно, вы утром, вечером или в обед сегодня думали, что мы, наверное, не будем рассматривать производство энергии на таком маленьком острове. Но да, мы рассматриваем этот вопрос именно сейчас. И вот у нас смесь энергоносителей. И мы видим, что больше всего они используют дизельное топливо. И дизель здесь означает не марку. Дизель – это дизельное топливо. Может, у них какие-то проблемы возникают с этим? Что ж. И, наверное, вы сейчас и так за компьютером сидите, потому что мы в Зуме тут все работаем. И сейчас мы узнаем следующее. Google пишет, что это не проблема. Но мы сталкиваемся с проблемой. Давайте-ка посмотрим. Вот в чем загвоздка, о которой я говорил ранее. Вы можете сейчас просто сесть, расслабиться и увидеть, как у вас на экране, вот если вы это все пропишете, что вам выдаст. Вот что я ввел. Возможно, не самый прекрасный запрос. Я не ставил никакие кавычки, ничего такого. Просто сделаю так, как делают большинство людей. Сэн, Китс, Путин, поставки газа. Посмотрим, что мне выдает поисковик. Так, и кажется, что достаточно много результатов. Видите, тут 47 миллионов результатов. Огромное количество. Складывается впечатление, что нам есть с чем работать. Наверняка связь какая-то есть. Хорош, потому что столько результатов. А давайте присмотримся. Если присмотреться. Один из первых результатов в поисковике. Маленьким буковским там написано, что нету Китс. Я написал Китс, а Гугл такой говорит, а я выкину вот это слово. А почему? Ну, мне кажется, вот так вот результат будет лучше. А я такой, да нет, нет. Я же специально слово Китс написал. Гугл не трожь его. А Гугл такой, сделаем так. Давайте посмотрим вторая ссылка. Опять, видите, Гугл убрал слово Китс. Понятное дело, что со временем может измениться вариант результата. В зависимости от того, откуда вы подключаетесь, заходите в интернет. Четвертый, пятый результат. Сейн Китс вообще выкинул Гугл. И Гугл такое мне как бы говорит. Ну, вот есть про газ информация, про Путин, про поставки. Тебе понравится то, что я предлагаю. А я такой, да нет, я же ищу. Мне важна эта деталь. Мне важны все детали, которые я прописал. И вот это первая проблема, с которой приходится работать. Решение есть. Но пока что говорим о проблемах. Вот такая первая. Опытные пользователи могут сказать, ну, легко можно с этим справиться. Можно использовать кавычки или формулу сделать более точную. Но для начала давайте немножечко поговорим о том, как. Как Гугл должен был бы работать. Знаете, это как игра вот такая на память. Такая культурная штука. Я знаю, что в США, на моем континенте, в Европе, про эту игру знают хорошо. Если вы не знаете про эту игру, то видите, что это за игра. Игра очень простая. Для детей. У вас очень много карточек. Вы видите, что на них. И вам надо находить две одинаковые карточки с одинаковой картинкой. То есть игра на запоминание. И, в общем, когда я играю с Гуглом, мне кажется, что вот в такую игру я играюсь. Когда я начинаю лучше прописывать запрос «Saint Kids» в кавычках, тогда Гугл начинает эту фразу искать, а не просто отдельные слова. И я ожидаю, что Гугл покажет мне только те источники, где эти слова упоминаются. «Saint Kids» Путин на поставке газа. Но я еще позже к этому вернусь, поэтому я использую эту метафору. Если вот это сделается «Saint Kids», «Путин» по ставке газа и написать это в Гугле, то тогда мы все возрадуемся, потому что результатов будет много. И, наверное, вы думаете, кажется, вроде сейчас все хорошо. Но нет, потому что в этом списке, который вы увидите на экране, в этом списке источников не будет ничего, что касается этих ключевых слов. И, наверное, сейчас я вам докажу. И вот вы видите, собственно, это подтверждение. Не знаю, как переводчики успеют. Так, сейчас проще поясню. Давайте посмотрим на ссылки. Первый. Тут у нас есть «Kids». Вот, показываю. Нет. А если слово «Saint»? Поверьте мне, нет. Хотя это первый результат. И, знаете, это грустно. Если написать «Saint Kids», тоже ничего не нахожу. Давайте посмотрим на третий источник. Бла-бла-бла, почему в Болгарии что-то там. Я пишу «Saint». Вот как здесь сейчас демонстрирую. И ничего не находят. И поэтому проблема, знаете, хочется не утонуть вот в этом море. Google такое говорит. И, знаете, это не на руку нам. Как отец. Иногда мне хочется, чтобы каждый год мне дарили одну и ту же рубашку. Это, кстати, не я на фотографии, просто какой-то мужчина. И вот ему нравится, что одну и ту же рубашку ему дарят каждый год. Почему? Потому что нравится одна и ту же рубашка. В Google хочется, чтобы вот те слова, которые вы аккуратно подбираете, чтобы вот по ним осуществлялся поиск. И почему Google не принимает во внимание то, что вы напечатали? Потому что Google следит за сигналами. И такой, как часто вот такая часть вашего вопроса упоминается в источнике? И если сигнал слаб, то тогда Google будет вам пытаться подавать более сильные сигналы. В данном случае это означает, что сильный сигнал – это газ, Путин, поставки. А Сент-Китс – нет, это не сильный сигнал. И здесь вы видите, опять эта игра для развития памяти. Я написал Сент-Китс – Путин, поставки газа. А Google думает, что сильный сигнал – это просто Путин, поставки газа. Поэтому вот эта метафора с этой игрой для развития памяти. Я специальную выбрала. Google такой говорит, ах, у меня есть карточка, лучше. Но нет, я хочу найти карточку, которая будет такая же, как моя. И здесь вот вы видите слайды, где выкидывается слово поставки или даже слово Путин. То есть даже эти сигналы недостаточно сильные. И поэтому не очень получается. Если я напишу Сент-Китс в кавычках Путин, поставки газа, то вот один из вариантов – выкинем Путина, газ и поставки. Почему? Потому что Google начинает путаться. В новостях этого нет. И нет связи между всеми этими запросами. А Google-то хочет нас удовлетворить. Но нет, мы сейчас не удовлетворены на самом деле. А только сбиты с толку еще больше. И вот я спрашиваю у Google, почему это происходит. Ответы кое-какие у нас уже есть. Но один из последних слайдов покажет вам ответ. У Google почему это происходит. Мы к этому слайду еще дойдем. И в Google бывают вещи даже более странные. Бывает вообще нет связи между тем, что вы печатаете, тем, что видите. Тогда вот эта игра с карточками вообще, считайте, не работает. А знает ли кто-то в анге чему-то? Напишите да или нет. Yes или no. И большинство людей отвечают нет. Ну, это должна быть известная художница из Африки. Что я сейчас делаю? Сейчас мы укажем известная художница из Африки и какой-то случайный остров, как вы видели здесь. Что я буду делать сейчас? Сейчас я зайду в браузер и покажу вам, что мы получаем в действительности. Вот то, что вы только что видели. Вот сейчас я буквально на ваших глазах печатаю. И мы видим результаты. Видите? А, ну, тут уже написано. Сэн Китси, этот человек. И вот мы это все видим в сниппетах. Видите? Все здесь. Если плохо видно, поверьте мне. Вот первые 10. Все упоминают этого человека, эти фразы в сочетании. А если зайти в исходный источник, то здесь мы увидим художников. Но если начать искать остров, то его здесь не будет. А если зайти по второму варианту, то увидим ее книгу. Но упоминаться остров не будет. И мы видим, что не получаем то, что ищем. То есть я трачу драгоценное время. Да, что ж, мне это не нравится. Я надеюсь, вы понимаете такую легкую раздраженность мою. А если я напишу Сэн Китси какие-то случайные текущие мероприятия, например, стрельба в Чикаго, то вы увидите, что я все равно увижу то, что была стрельба в магазине в США. Если кликнуть на источник, то там не будет никакого Сэн Китса. А если его в связке написать с каким-то сериалом, например, Умбрелла Академи, то тогда даже здесь кажется, боже, неужели есть какая-то связь между этим? Но открыв хотя бы один из результатов поиска, вы увидите, что связи никакой нет. Что ж, и сейчас давайте попробуем смешать Сэн Китс и Тейлор Свифт. Может быть, она приезжала на Сэн Китс, ну или не знаю, чего-то там. И мы видим какие-то результаты. То есть, казалось бы, должна быть какая-то связка между этими двумя фразами. Непонятно, почему мы видим сайт Тейлор Свифта. И у меня есть еще 20 примеров, когда Сэн Китс смешивалась с какими-то другими новостными событиями, известными людьми. Что вы видите? Вы видите утку или зайца? Пишите в чат, пожалуйста. И сверхумные люди видят здесь и то, и другое. На самом деле, тут не от ума это зависит. Если присмотреться, то вы действительно видите первое и второе. Кто-то написал прекрасно Ля Коннарт на французском. А давайте Сэн Китс мы еще пропишем утка или заяц. И что? Опять вижу результаты. То есть, что я не пропишу, я все равно вижу какие-то результаты в поисковике. То есть, когда в следующий раз мы напишем, не знаю, слово, касающееся вырубки лесов, и напишем Непал, и напишем утка и зайца. И покажется, что есть какая-то связь между Непалом, лесными пожарами, утками и зайцами. Но если вы перейдете хотя бы по одному результату, то поймете, что связи нет. Знаете, это вот как сейчас еще раз метафору одну с этой игрой связанную. Ой, вот какое замечательное зеленое новогоднее дерево с голубыми шарами. А Голл скажет, да, но сегодня у нас шаров синих не будет, их мы с елки снимаем. Вот в данном случае мы видим и утку, и зайцев, а Сэн Китс не видим. А если там какие-то мемы написать, то, ну вот видите. В общем, что бы я там ни прописывал, какой бардак. Вот я как-то был на конференции в Денвере, увидел вот такой вот знак. И вот знаете, для меня вот этот поиск выглядит как вот этот знак дорожный. Куда ехать, как разобраться. Но у нас еще есть 10-15 минут для того, чтобы поговорить о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь. Когда работаете с Гуглом? У меня к вам всем вопрос. Пишите, да или нет, yes или no. Я тут вот в Гугле кое-какие слова прописал. И вы видите, сколько результатов написал там Верховный суд, законы, которые касаются владения оружием. И вот вы видите, они выделены здесь. Независимо от того языка, на каком вы говорите, вы понимаете, сколько здесь. И да, мы видим это все сейчас. И вот такое количество результатов. Если вы вот такое пропишите, у вас тоже такое количество будет или нет? Хорошо. То есть кто-то пишет, что... Да, всегда кто-то нет. И количество участников у нас сейчас свыше 500. Можно прям целую вечеринку устраивать. Давайте поговорим про количество результатов. То есть люди, которые смотрят на количество результатов, наверное, это делают для того, чтобы оценить. Ага. А что вот здесь важного может быть для меня? Если я, например, рассматриваю вопрос вырубки леса в Непале, можно использовать Google для того, чтобы найти какую-то информацию. Те люди, которые не смотрят на количество результатов, наверное, самые мудрые люди. Потому что нет сейчас на самом деле такой прям четкой связи между количеством результатов и информацией, которая нам действительно важна. Давайте посмотрим на этот пример, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Я написал Верховный суд, Нью-Йорк, законы о владении оружием. И если посмотреть вниз, пролистать, то вы здесь увидите следующее. И вы можете кликнуть в Google и видеть, что... Ага, вот я увидел первые 10 результатов. И вы можете кликнуть на количество. И вы думаете, что вы бесконечно можете смотреть. А тут так раз и все. На самом деле результатов всего 130, которые касаются Верховного суда, Нью-Йорка и закона о владении оружием. Странновато, да? Это, наверное, не то, чего вы ожидали, да? Не так-то много их. Если вы пропишите Верховный суд, но Нью-Йорк, закон о владении оружием, то да, там написано 1,6, 196 даже. И что мы видим, что информации вроде как много. Но на самом деле мы понимаем, что результатов меньше, нежели обещанное количество. Количество результатов в данном случае ограничивается количеством 130. И у нас 130 результатов. Может быть, что-то добавить. И я предлагаю добавить оператор Google, который, по сути, эквивалент следующего. Я хочу смотреть только официальные документы. Но на официальных же документах никогда не пишется. Я официальный документ. Поэтому попробую тогда выделить тип документа. Скорее всего, это будет PDF. Поэтому я хочу сказать Google. Хорошо. Из этих 130 источников покажи мне только те, где тип файла – это PDF. Что вы думаете? Если я вот такой запрос веду в Google, количество у нас изменится, варианты ответов такие – увеличится или уменьшится. Итак, будет больше или меньше? Напишите в чате. Почти все говорят – меньше. Некоторые пишут – очень мало будет. Но посмотрите на очень нелюбопытный факт. Если я сделаю так, мы получаем больше результатов. Странно, не правда ли? Я как раз уже говорил Джей Джен. Нам нужно поговорить про Google, потому что тут интересные вещи. Почему мы получаем больше результатов? Конечно, мы как бы уточняем запрос. И Google должен тоже уточнить все и показывать меньше. А тут наоборот. Можно сказать, что, может быть, теперь какие-то хиты не работают, потому что, если ввести вот так, то у меня будет немножко больше. Но в целом, можно сказать, что чем более хитрые формулы в Google мы используем, тем более точная у нас информация. Вот еще один пример. Достаточно странно. Если ввести Джо Байден, там где-то 130 результатов. Ну, никто не поверит в это. Его упоминали намного чаще. Наверняка просто Google показывает не все результаты. А если указать еще тип файла PDF, то есть файл type.pdf, то количество увеличивается. Если я введу контракт GroupHub, то Google говорит, бедный Хэнкс. Все сейчас ищут контакт GroupHub, а не контракт. И Google пытается меня исправить. И все больше и больше он даже не говорит. А вы имели в виду вот это? Он просто показывает, как считает нужным. Итак, давайте тут перейду к следующему примеру. Если я хочу найти лучшую пиццерию, Google посмотрит, где я нахожусь. И также здесь результаты не естественного органического поиска. А тут сначала у меня результаты из Google Maps. Потом у меня из так называемого Google Knowledge Class, где они пытаются обобщать запросы и показывают типичные запросы. Потом реклама, потом Top Stories. Это то, что из Google News приходит. И только потом через где-то 3-4 экрана вниз у нас, собственно, появляется выдача. И это проблема в Google. Видите, как будто я пока что рассказываю об одних проблемах с Google. Итоги подведем. Тут нет никакого аудиотрека. Трека – это просто момент для раздумий об итогах. Раньше, в эпоху интернета 2-3 года назад, в основном ключевые слова исполнялись все. А сейчас не все, если похожее слово будет более популярным. Я вам уже показал пример. Контракт Group Hub. Там показывается контакт Group Hub. Раньше результаты были в основном органические, а теперь это далеко не так. Вот пример. Лучшая пицца. Даже количество результатов раньше было очень точное, а теперь достаточно такое хаотично. Я уже привел пример, что ненадежно. И раньше максимальное количество результатов было не ограничено, а сейчас ограничено 300. Ну, там иногда бывает так, иногда иначе. Ну, более-менее 300. Тут стоит тоже поразмыслить. Если у вас отличный проект расследования, вы вводите какие-то конкретные слова для запросов, и у вас вылезает 300 результатов, вы думаете, а, ну, значит, всего 300 хитов. Нет. Тут такая вот очень контринтуитивная штука, что вам нужно вводить больше, чтобы получить больше. То есть это несколько противоречит интуиции, но так нужно делать. Знаки, цитат. Раньше работали всегда. Это было лучшее лекарство против перегруза информации. А сейчас Google их не будет применять, если другие запросы будут иметь более сильный сигнал. Мы это видели в примере с Энкитцем. Итак, какое же решение? Потому что я не хочу здесь только лить грязь на Google. Google отличный. Он пытается удовлетворить большую аудиторию. Но для профессионалов, для тех, кто занимается поиском в Google профессионально, сейчас несколько неудобно, что Google приспособился к потребностям масс. Я тут не хочу вас мучить этим вопросом. Каково же изложение миссии новейской фирмы Sintev на бразильском рынке? Наверняка вы не из Норвегии и нелегко это найти. Но, допустим, если у нас есть такой вопрос, если у нас все сложно и нужно найти что-то конкретное. Если я попробую что-то найти и начну искать изложение миссии, mission statement, потом название компании Sintev и Бразилия, то я смотрю, что там есть и буду пытаться как-то менять слова, если у меня не находятся. Если, например, по mission statement что-то у меня не вылезает, я буду эти слова менять. Вот давайте попрошу англоговорящих придумать какие-то синонимы для выражения mission statement, изложения миссии. Какие альтернативы здесь у нас могут быть, если не mission statement? Вот тут пишут, даже по-арабски пишут, это кредо, цели, задачи, брендинг, обязанности, ценности. Нам нужно действительно все вместе работать, потому что вы все такие быстрые. Ну, вы же журналисты-расследователи, а это как раз то, что важно, быть быстрым и креативным. Если кто-то потом в записи это будет смотреть, я могу сказать, что у нас более 40 синонимов в чате. И возникает вопрос, какие же из этих 40 синонимов подойдут? Не знаю, тут будет играть в угадайки, что мне важно. Мне важно, что если у меня дедлайн, я должен о чем-то остановиться. Но может быть и другой подход. И если я, на секундочку, не буду быстрым и креативным, а буду вести себя как ксерокс. Что я имею в виду? Я просто веду в Google. Mission Statement, укажу файл type, двоеточие, PDF, чтобы искать вообще все изложения миссии, которые есть. И вот два таких изложения миссии. У них как будто мало общего. Из Амазона и Айд Макдональдса изложение миссии. И у них тут излагаются их амбиции. Они хотят быть компаниями, которые ориентированы на потребителя или быть любимым местом потребителя. Очень амбициозные цели. И, наверное, я исповедую холистический подход. Я тут буду смотреть, что совпадает. Замечаете ли вы в этих двух изложениях миссии что-то схожее? Что общее здесь? Введите в чат. Саньяна Саксена меньше, чем за 10 секунд заметила. Тут очень тонкий, но важный момент. Это английский оборот is to be. То есть, вычурный способ сказать является. И вот, может быть, эти слова появляются во всех изложениях миссии. Почему бы нет? Стоит проверить. Это очень поэтическое выражение. Для того, чтобы это проверить, есть формула, которая уже у нас применялась раньше. Я ввожу в кавычках is to be, стремиться являться. Далее я хочу указать сайт, двоеточие, синтев.но, то есть та самая компания, по которой я ищу это изложение миссии. И если вы знаете конкретный источник, то оператор сайт, двоеточие, очень-очень полезен. И никто здесь, кажется, в чате не указывал слово ambition или амбиции. И это такая ловушка синонимов. Пока не знаешь, что это синоним изложения миссии, то не угадаешь. На таких сложных вопросах, очень специфических, надо поработать, чтобы понять. И такую некоторую математику применить к Google. И необходимо думать как документ. Вот еще один прием, который важно знать. Его можно использовать, чтобы решить проблему, которую вы видели раньше. Но сначала спрошу, кто уже использует вот такой прием? Видите, yes or no? Да или нет? Вижу, что большинство говорит нет. Это может означать, что те люди, которые написали yes, сейчас уснут. Скажут, а это мы плавали знаем. Ну, пожалуйста, потерпите. Тут в операторе around есть очень-очень интересная особенность. Какие проблемы этот оператор решает? В частности, решает ту проблему, которая была с SendKids. Если у нас в одном и тому же предложении есть еще и Taylor Swift, например. Что делает оператор around? Во-первых, вы должны знать, как его вводить. Вы можете тут сказать. Ну, что же тут вводить слово around? Что может быть легче? Надо только за главными. Нужно кричать. Иначе Google будет искать слово around, около, а не будет понимать, что это оператор. И видите еще цифра в скобках? Это цифра. Здесь она взята случайно. Вы можете сами вписать что угодно. Я сегодня взял 7. И это означает, что слово France, Франция должна быть где-то на расстоянии 7 слов от выражения document fraud, отношение с документами. Видите, вот тут у нас получается 6 и на 7 document fraud. И начинается с Франции. А здесь вот наоборот. И между document fraud и France всего лишь одно слово. То есть оператор around 7 означает где-то в пределах 7 слов. Это может быть и на более коротком расстоянии. И это важно для журналистов-расследователей. Потому что если у вас есть какая-то чуйка, вот что с этим сделать? Можно тогда спросить у Google. Есть ли тут связь? Вот я знаю, что есть эта связь. Вы, может быть, в своих алгоритмах ее не замечаете, но я хочу найти. Google, пожалуйста, покажи мне связь этих двоих. И Google поможет. Я в марте провел 2 чудесные недели в редакции Washington Post. Там я работал с чудесными людьми. В том числе вот с этой прекрасной сотрудницей. Там, по-моему, чуть-чуть ли не все в редакции были лауреатами. Пуллицера и очень был приятный коллектив. Вот я одной из этих журналисток, Бэт Райнхарт, задал вопрос. Вы когда-нибудь были в Нидерландах? Она сказала, нет. Давайте посмотрим, как работает логика Google. Если вы обычный, неопытный пользователь, и вы не знаете о всех этих операторах, вы будете вводить что-то вот такое. Имя человека и потом страну. И вы видите эти результаты. И видите, ох, как много. Тут по-норвежски я прошу прощения. Но если я ввожу имя, фамилию, Бэт Райнхарт и дальше Нидерланды, там у нас, соответственно, больше миллиона результатов. Значит, она, наверное, была там. Но это неправда. Если вы уже продвинутый пользователь, вы попытаетесь ввести в кавычках. И здесь вы видите, что Google уже сильно уточняет результаты поисков. Но это тоже неправда. Нам нужно, как уже опытным пользователям, а вы уже опытные пользователи, вы уже услышали все, что нужно знать. Нужно использовать оператор Around. И тут есть еще одна штука. Если я введу Бэт Райнхарт в кавычках, далее оператор Around 12, я хочу заставить Google искать любое предложение, где на расстоянии 12 слов находится слово Нидерланды и Бэт Райнхарт. Но если я вот так вот напишу слово Нидерланды, то Google будет искать и Голландию, и вариации некоторые. Иногда мне это не важно. Но если я прям действительно хочу очень-очень точно быть, тогда я должен быть уже профессиональным пользователем. И профессиональный пользователь напишет в кавычках Бэт Райнхарт Around 12 и дальше в кавычках Нидерланды. И что же на самом деле? У Google нет никаких источников, где есть связь Бэт Райнхарт и Нидерландов. И Адамни сама это подтвердила несколько месяцев назад в редакции Washington Post. Так что я не хочу тут сильно вас перегружать, но все эти приемчики нам нужны из-за того, как работают алгоритмы Google. Теперь попробуем как-то разобраться во всех этих примерах. Уже опираясь на то, что мы выучили, если мы вводим Saint Kids и дальше Around 12 Taylor Swift, тут мы получаем результат. И говоря о стратегии, если мы хотим, например, спрогнозировать заголовок, чего-то, то нам нужно где-то от 7 до 9 указывать в Around. Если в предложении мы хотим найти где-то до 19, если мы хотим найти в одном абзаце сочетание, то, наверное, 25 стоит указывать. И здесь рекламируют какой-то комплект, и мы видим, что он в домене KM, то есть это домен Saint Kids. И кто-то продает что-то принадлежащее Taylor Swift с этого острова. Я могу тут даже ввести, например, мошенник Стив и дальше сайт двоеточие KM и посмотреть, есть ли упоминания в этом домене, и видим, что результата никакого. Перейдем к еще одной части. Посмотрим тут на силу цвета. Я недавно работал с коллегами из Непала. Они журналисты, освещающие экологические темы. И вот выяснилось, что есть большая компания, которая производит средства защиты растений. Так, это защитывающе красиво, хотя на самом деле это инсектицид. Ну или пестицид. Дякую, Саньяна. Вы напомнили мне это английское слово. Это пестицид. Производитель пестицидов. И тут тоже необходимо стратегически подходить к поиску. Так вот, те журналисты знали, что в Непале есть компании, которые взяли этот пестицид и подделали. Стали его выдавать за лидера рынка. Вот на первом слайде есть лидер рынка. Мы тут видим по-непальски слово пестицид. И если вы зайдете и по-английски напишите в Google Images название цвета, то есть зеленый и белый, green и white, вы увидите в том числе и подделки. Потому что Google пытается показывать по цветам. Что тут примечательно в бутылке этого лидера рынка? Зеленая и белая она. И точно так же и те, кто подделывают, пытаются в тех же цветах подделывать. Или если у меня есть какой-то политик, я хочу найти эту политику. Я могу указать цвета флага сенкица, например, зеленый и красный. И вот находим. Но только если вы цвета пишете последними в своем запросе. И хочу подвести итоги. У нас еще где-то минут 15 останется для вопросов и ответов. И напоследок поговорим, как решать некоторые задачи. Вот я был в городе Аврора и искал лучшую пиццерию. Я вам уже показывал результаты. Если вы будете писать лучшая пиццерия, best pizza, Google будет искать, где вы находитесь, и подсказывать вам из своих заготовочек. Но, может быть, я хочу принимать решение самостоятельно. И тогда мне нужно, опять же, думать как документ. Если у чего-то будет рейтинг 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, до 5, наверное, пицца хорошая. Мы не знаем точно, но давайте попробуем. Можно попросить Google игнорировать их собственные алгоритмы и сказать, покажите мне пиццу в Авроре с рейтингом от 4 до 5. Видите, у меня тут 4, 9, 4, 9 полезли. Потому что вот так я попросил этими тремя точками. Напишите, кто использует прием с троеточием, с многоточием. Я вместе с Даниэлом Реслом писал книгу о поиске. И Даниэл Ресл как раз занимается антропологией поиска. Рекомендую его книгу «The Joy of Search» – «Радость поиска». Так вот, этот прием с многоточием. Например, я очень хочу купить вот этот телевизор. Я детально все изыскал, перевернул весь интернет и хочу только эту модель. И я хочу убедиться, что Google мне правильно говорит, что именно это самое дешевое. Тут несколько сложно, но опять-таки нам нужно немножко постараться, чтобы составить запрос соответственно правильно, чтобы на Google поднажать. Сначала у нас от 200 до 300. И что здесь классно? Он ищет в диапазоне. Затем я хочу, чтобы была только модель с таким-то номером. И дальше я исключаю источник, который, на мой взгляд, с завышенными ценами. И вот я нахожу на Best Buy еще дешевле. Это одноразовая была акция, она не полностью индексировалась, но я нашел. И таким образом я могу просеивать все результаты и сэкономить время. Также можно использовать этот подход для того, чтобы определить, например, влияние Китая на американские университеты. Нам нужно определить, во-первых, какой орган, что пытается на студентов повлиять. Есть ли какая-то организация, я сейчас покажу. Она называется аббревиатурой mncssa.org. И здесь мы видим эквивалент вопроса, который может возникнуть в редакции. Давайте узнаем, есть ли в Китае какие-то источники, которые обсуждают эту нашу американскую организацию. И вот видим итог. Вы, наверное, заметите, что я здесь не вводил никаких ключевых слов. Тут все очень просто. Тут упоминается, есть ли на китайских сайтах упоминание этого источника. Чудесный запрос. Можно сделать и так. Надеюсь, что вам понятно. Это тоже интересно. Можем ли мы найти, кто обсуждает этот веб-сайт, кроме как на самом веб-сайте. И мы тут находим другие китайские сайты, которые не в китайском домене, а в Google Doc были. Если вы впервые видите такие формулы, думаете, ой, это сильно сложно. Может, какая-то будет видеозапись этого, чтобы я мог их отсмотреть потом. Да, но в интернете много есть еще материалов, где можно все это посмотреть. И очень много, в том числе, есть материалов и на JIGN. Итак, давайте посмотрим, как нашу задачу решать. Ваше оружие против искажений и системных ошибок – это, собственно, думать как документ. Это непросто, но это можно делать. Надо, конечно, освоить это, но в конечном итоге это очень полезно. Потому что вы, по сути, занимаетесь вот таким танго с Google. И вы действительно очень изысканно можете в своем поиске делать. Итак, какие у нас были проблемы, и как мы их решили? Проблема с ключевыми словами. В том, что сейчас часто все зависит от популярности. Если я ввожу контракт, Group Hub мне показывают контакт. И если вы сталкиваетесь с такой проблемой, что вы вводите какие-то ключевые слова, и Google даже не переспрашивает вас. Вы имели в виду вот так-то? А, просто думают, что один из большинства и показывает вам то, что считает нужным. Я понимаю, что это звучит элитистски, может быть, но действительно у нас курс такой для немногих, для искушенных. И также кавычки теперь используются иначе. Их можно использовать с отдельными словами, но влияние у них другое. Они говорят Google, что тот алгоритм, который у тебя есть, отложи его, пожалуйста, и послушай меня. И результаты, опять-таки, часто бывают неорганические. Например, вот эта лучшая пицца Aurora. Мы видели, что происходит. Но как вариант использовать многоточие можно. И диапазон, искать по диапазону. Такое же ограничение максимального количества результатов. Я говорил, что ограничение есть в 300. Но, так или иначе, чем больше ключевых слов вы будете использовать, тем больше результатов вы получите. Что весьма противоречит интуиции, но уж как есть. И, опять-таки, кавычки. Они сейчас все чаще и чаще игнорируются. Мы видели, например, в примере с Taylor Swift. И если вы сочетаете с оператором Around, то у вас намного лучше будут результаты. И если вы сейчас в эфире прямом смотрите, то как раз в чате есть много ссылок на дополнительную информацию. Вы можете мне писать на e-mail. На экране вы сейчас мой e-mail видите. Но, наверное, лучше меня в Twitter находить. У меня нет какого-то публичного веб-сайта. Но обращайтесь в Twitter. И вы можете мне писать в директ в Twitter. И, опять-таки, поддерживайте, пожалуйста, чудесную организацию GIGN, которая этот вебинар организовала. У них бесплатно много интересной информации. Прежде чем мы перейдем к вопросам, я хочу вам показать, что такое мышление, как документы, использование Google Docs, позволяет вам иначе осуществлять поиск в соцсетях. Да. Вам интересно такое? Да? Рассказывать? Да? Нет? Yes или no? Ну и, конечно же, должен сейчас удовлетворить этот ваш запрос. Если вдруг вам захочется написать Sky и Dog, наверное, режиссер этого фильма, думаю, что это самый замечательный фильм. Может, вы и не согласны. Но если вы напишите Sky и Dog, небо и собака, то вы увидите здесь вот как раз этот фильм. Sky Dog на английском. Может быть, вы на самом деле не это искали. Может, вы хотели найти вот такую картинку. Где у вас собачка на фоне неба? Что ж, следующие пять минут у нас будут посвящены тому, что, опять же, день был плохой. Мы начали, знаете, эту сессию с того, что у нас все было затянуто грозовыми тучами, все такое серое вокруг. И мы понимали, что... И потом мы поняли, что да, Google все-таки можно. Можно побороть. И вот мы даже думали про то, что у нас была такая ситуация, когда вот прям был капут полный. Внезапно вижу, что нету моих фотографий. Было написано, а вот фотография кого-то там. Может быть, там еще есть люди вблизи. И вот здесь мы смотрим на искусственный интеллект на Фейсбуке. То есть, по сути, компьютер вам говорил. Я вот тут только что что-то увидел, и на этой фотографии может быть один человек. И смотрите, если в Google в картинках написать, что на фотографии может содержаться то-то, то-то, и после этого вы его перенаправите на Фейсбук, то вы увидите только фото с Фейсбуком, которые могут быть интересны, потому что сейчас вы предсказываете то, как сработает искусственный интеллект на Фейсбуке. Да, это немножечко сложно понять, наверное, можно сказать, а я просто напишу небо и собака на Фейсбуке, и там выберу фотографии. Да, но это другой триггер, не такой же. Вот этот более точный, по сути, когда вы говорите, нет-нет, я хочу найти только то, что там у нас под капотом искусственного интеллекта, и вот вам показывают небо и пса. Вы можете подумать, а чего в конце вот такая вот странная штука? Это же не журналистика. Какой мне с этого толк? Потерпите, потерпите. А может, я хочу написать вот фотографии красного стола с черными тарелками в Пинтересте. Ну, это интересно. Это, наверное, интересно только для тех, кто занимается дизайном интерьера, а не журналистикой. Ну, а если я напишу, возможно, фотография несчастного случая, то можно увидеть вот это из Далласа или из Тампо-Бэй. И эти фотографии можно найти на Фейсбуке, если эти слова написать и кликнуть фото. Но это более точный вариант поиска, потому что компьютер здесь делает суждение. И вот, как я вообще придумала это все, клиент меня спросил, можете найти фотографии войны в Украине, но там какие-то такие не совсем уж военизированные фотографии, чтобы военные во что-то играли, футбол. Вот что я написал. Возможно, фотография шести человек, футбол Украины от солдата. И, вы знаете, такое мысление, оно очень помогает. И вот сейчас хочу передать слово модераторке, и, может быть, она какие-то вопросы как раз сейчас и озвучит. Те, которые либо в секции вопросов-ответов у нас были отправлены, либо в чате. Конечно, Хэнк, огромное спасибо. Большое спасибо за замечательную презентацию. Несколько вопросов зачитаю. Первый вопрос. А как вы определяете, какое количество прописывать, когда вы пишете around? Используйте этот оператор. Да, я уже был готов. Я уже был готов отвечать, уже прям начал. Вам надо пытаться копировать структуру теста, который вы ищете. Например, если вы ищете какой-то сенсационный заголовок, то используйте 20, потому что вот это слово может быть там сенсация какая-то. И там используются какие-то короткие заголовки. Поэтому надо вот думать о том, что вы хотите найти. Если вы хотите найти где-то в документе, но не в начале прям этого статьи, либо текста, то там можно написать, например, 25, потому что мы понимаем, что у нас там целый будет абзац. Или если речь идет о предложении, то, наверное, 15. Хорошо. Еще один вопрос. Рекомендуйте вы использовать режим инкогнито для того, чтобы получить более обобщенные результаты. В общем, повторяю то, что было в конце вашего вопроса, да, можно подумать, что если я включу режим инкогнито, то, может быть, меньше будет влияния. Нет, на самом деле. Поэтому основная проблема в том, что алгоритм Гугла пытается работать с сигналами, которые приходят от большинства аудитории. Поэтому если вы просто режим инкогнито включите, то не сможете их полностью побороть. Спасибо. Еще один вопрос. Как можно использовать Гугл для того, чтобы найти контент с Фейсбука, Твиттера, Инсты? Я вам только что показал. Вот последние пять минут этому и были посвящены, кстати. По сути, прогнозируя эти слова и то, как использует искусственный интеллект. Ну, еще кое-что новое. Предположим, я хочу найти людей на Фейсбуке, которые ненавидят свое лицо. Такая чувствительная тема. Я могу зайти на Фейсбук и написать «Я ненавижу свое лицо». I hate my face. И буду искать там группы. Могут быть группы, где люди в группе где-то написали «Ненавижу, как выглядит мое лицо». Да, такая прямолинейная фраза. Но можно использовать технику Google Docs. То есть вы видите экран. И вот как можно искать на Фейсбуке и в других соцсетях. Я пишу. Ага. Вот что есть общего в группах на Фейсбуке? Если посмотреть на ссылку… Большинство людей не смотрят на них, конечно. Но если посмотреть на ссылку любой группы, там всегда будет facebook.com. И всегда будет слово «groups». И мы можем это использовать себе на руку. И опять в Google Docs. Сейчас вы это видите на экране. То есть в URL. Мы просим не слова показывать на сайте. Нет. Покажи мне, чтобы это содержалось в ссылке. И я делаю поиск только в группах. И это вам экономит уйму времени. Потому что если сейчас пишу «Я ненавижу свое лицо», то вы будете видеть не название групп, а людей, которые написали это. и увидеть, что за название группы. Ага. Вот. Это группа, которая посвящена психическому здоровью и поддержке людей. Спасибо, Хэнк. Еще вопрос, связанный с последним примером. Не этим, а который был до этого. Важно писать «возможно», «мэйби». Есть несколько вариантов. Это ИИ, которая работает в Google, в Pinterest, в Instagram, на Facebook. Я вот пишу обычно «мэйби», то есть «может быть», «вероятно». То есть я прогнозирую так называемые теги искусственного интеллекта, той информации, которая используется на Facebook. Вот пока что правильно вот так вот это делать. Может быть, потом изменится. Если изменится, тогда я пересмотрю тоже свой подход. Здорово. И последний вопрос. Можете рассказать про Tool Time? А можете, пожалуйста, вопрос этот чат отправить, потому что я вас не слышал. Ой, простите, а сейчас слышно меня? Да, сейчас слышно. Прошу прощения. Да. Можете рассказать про Tool Time? Рассказать про Tool Time? Я не знаю ответа. Вот такое окончание будет. Может, я неправильно понял вопрос? Можете его расширить? Я не верю. Может быть, человек, который вопрос тот раз задал, хотел бы его конкретизировать? Ну, как раз мне тоже кажется, что на этой ноте мы можем заканчивать сегодняшнюю сессию. К сожалению, наше время на исходе. Хэнк, огромное спасибо за ваше время. Большое спасибо каждому и каждой за то, что сегодня присоединились к нам онлайн. А, вот, уточнили, Март уточнил вопрос. Да, да, да. Инструменты, которые позволяют вам ограничить временной промежуток поста. Да, да, я подумала, что может быть какой-то от нового инструмента. А я поняла, он говорит о машине времени в Гугле. Можешь тогда последний совет вдогонку? Он должен рассказать о том, что позволяет нам использовать эту замечательную вещь. Вот одна из вещей, как журналист-расследователь, и вы будете замещать ее. Если вы продолжаете работать над какой-то историей, которая уже была опубликована, и начинает работать журналист-расследователь, ему надо найти какую-то информацию о том же предмете, то... Сейчас быстренько покажу пример. Сейчас я вам покажу человека, которого практически никто не знает. Вот, я пишу это имя. Ван Ге Чемуты. Мы видим, что это художница из Кении. И первые варианты результатов у нас. Все то, что вот она выиграла какую-то там награду, что-то там случилось в ее жизни и так далее. А мы эту информацию хотим убрать. Что мы тогда делаем? Тогда мы нажимаем Anytime, любое время, и указываем до того момента, когда про нее еще в новостях не писали. Если это сделать, то у вас будет огромный плюс. Вот последний пример. Огромный пожар в компании, одной в Нидерландах. Компания называется Хэнни Пак, голландская. И я просто написал слово Хэнни Пак в Google картинках. И указал время за два дня до пожара. И увидел, что на территорию данного производства приходили пожарники. И увидел одну девочку. И там было написано H2SO4. И я не очень был внимательным на уроках химии в школе. Но понял, ага, это суферная кислота. И после этого мы позвонили специалистам. И за два дня до этого девочка с этой кислотой была неподалеку. И что это говорит о безопасности, стандартах в этой компании. И именно поэтому. Мне кажется, что это тоже очень хорошее иказовет. Можно всегда во времени возвращаться до того момента, как у нас дерьмо попадает на милитериатор. Большое спасибо, Хэнк. Большое спасибо всем. Следите за тем, что мы пишем в Твиттере. Мы также предлагаем вам посмотреть запись этого мероприятия на Ютубе. И у нас будет еще одна сессия с Хэнком 15 сентября. Мы будем говорить об использовании Линкдина для того, чтобы там накопать информацию. Всех приглашаем. И та сессия записываться не будет. Поэтому не забудьте зарегистрироваться. Едва это станет возможным. Еще раз большое спасибо всем. Очень рада была видеть людей со всех уголков планеты в чате. Огромное спасибо. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok